и всем снова привет продолжаем играть to the moon без особо лишнего вступления просто загружу игру потому что остановились мы достаточно интересном месте то есть когда мы уже дошли до юношества под подросток а вот и скоро будем перейдем совсем совсем ранее детство и задачках прошлый раз не решил что-то я забыл про это дело поэтому придется сейчас это сделать так как-то интуитивно и получается сделать едем дальше ух опять воняет дохлой белкой где мы его что это за херня его следующее воспоминание ага ну почему оно над нами как лапота висит я не знаю воспоминание не собирается в целостную картину должно быть неполадки видеодрайвере опять я думал с последним патчем он проработать без боев хотя бы полгода ну и идиота в тех отделе сидят поверить не могу слушай не огорчайся мы ведь уже сохранили его юность еще есть возможность сделать ладно но я ему об этом говорить не буду пока все получается ему и не нужно знать все кажется приехали мы здесь ничего не сможем сделать готов к финализации да мы вперед зачем я так сказал я же сам хотел первой выйти так второй миллиарды маяков стоящих на другом конце неба да по актам здесь не получилось бы у меня играть слишком долго вернулись обратно не стоит их беспокоить разбудить вряд ли получится но концентрация лучше не мешать и это все что я старый дурак знаю их извините но больше ничем не могу помочь значит будем работать с тем что есть углу все что остается делать это передать запрошенное вами желание отправиться на луну в ваши ранние воспоминания потом мы нажмем на кнопочку и вуаля вы тут же окажет оказываетесь на луне я хочу спросить если вы заставили лили исчезнуть значит вы можете изменять этот мир тогда не проще ли сделать это еще раз и исполнить мое желание здесь и сейчас это бы сработало если бы мы сейчас находились у ваших с настоящих воспоминаниях то есть где тогда мы находимся и кто я такой это лишь копия холст на котором мы работаем если позволите что касается вас вы просто алгоритм отображающий джонни достаточно сложный чтобы сделать похожим но далеко не полный все что мы можем сделать это заполнить данный холст логически непротиворечивым содержанием а далее после того как мы перенесем ваше желание в ваше детство машина создаст вашу новую жизнь такую где ваше желание направит ваши поступки полученный результат будет записан на настоящего джона так что видите даже если модульту варим вас будет не больше чем программа с атрибутом только для чтения я про то что мы можем перезагружать вас снова и снова и все равно достаточно ах нибудь такой впечатлительный он не настоящий сама знаешь если вы если ты в это действительно вере зачем тогда вообще пытаешься объяснить я просто хочу чтобы дело пошло быстрее пошли доктор так значит вот кто на самом деле такой доктор так вся работа за ночь какого ты хоть предупреждай ну а что я могу сказать мне нравится быть головой скажи я что это игра слов ты бы точно подтвердил давай разберемся тут по-быстрому я в этом виде себя чувствую так же глупо как глуп сам вид все что нужно сделать это транслировать его желание от поздней памяти к ранней так соедините два совпадающих момента в углах квадратов чтобы перенести зарегистрированное желание ладно понял так у нас здесь будет часы так или я может быть что то не понимаю это и я вас цинил амням ням 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 не поясничай Так что ли? О, что-то... Ага... Все, я понял, нужно в обратную сторону. Да, кролик... Не соединяется. Так, что-то произошло. День, вот и все, с чем мы можем работать. Готов запустить? Ты меня знаешь, всегда готов. Так, посмотрим, какие сувениры он привез с луны. Да, мы вперед. Не в этот раз, дорогая. Слишком рано, помотаем время вперед и посмотрим на результат. Похоже, тут ничего не изменилось. Давай посмотрим в другом месте. Блин, а здесь ничего. Как правило, хоть что-то меняется. Что-то не так. Эти воспоминания не просто похожи. Они в точности совпадают. Но это невозможно, мы же транслировали желания, так? Так... Но тогда это не может быть. Каким образом все осталось таким же? Нам нужно подтверждение. Нам нужно последнее доступное воспоминание. Ничем не отличается от его последних реальных воспоминаний. Я уже не питаю иллюзий насчет того, к чему все это ведет. Какой приятный сюрприз. Нечасто у нас гости. Бывает. Дежавео опять. Я доктор Ява Розалина. Это... Что? Я не буду второй раз это говорить. Доктор Нил Уоттс. Вам знаком агентство генерации жизни Зигмунд? А, так вы из агентства. Какое совпадение, я как раз думал позвонить вам. Лили, принеси нам, пожалуйста, чаю. Лили. Его тоже поставь на паузу. Ну и... Жди здесь, я попробую транслировать желание еще раз. Скажи, если что-то изменится. Трансляция была успешной, сто процентов. Что изменилось? Абсолютно ничего. Как так, даже если желание не сработает само по себе, как может вообще ничего не измениться? Может, нужен какой-то стимул для его активации? Из ранних детских воспоминаний. Самых ранних, до которых только можно добраться. Пойдем. Какой-то сбой. Желанию Джонни о полете на луну необходима стимуляция, так? Ну ладно. Что за... это не тот фильм, который должны были показывать. Ох, ну и ладно. Ты не против, Ривер? Нет, мне нравится. Хорошо, тогда пойдем. Надеюсь, это достаточно для стимуляции. Так, где Нил? Нил, похоже, остался. Так, что мы можем сделать? Мы можем... Ты смотрел на луну? Понравилось? Ну, по-моему, слишком претензион... 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 Так, блин... Да. Я люблю, чтобы фильмы были более... Ну, даже не знаю. Так... Так... На луну, любимая. О, Генри. Господи. Я определенно слишком уставший и голодный, чтобы создавать фильмы. Думаю, стоит посмотреть, изменилось ли что-нибудь у Джона. Прости, что оставила тебя здесь, приятель. Ничего не меняется. Попробую запустить его где-нибудь еще. Это просто куром на смех. Лили? Может, здесь что-нибудь сработает? У меня нет на нее времени. Ну что, запустила она энциклопедию тебе в морду? А? Запустила? Заскнись, чувак. Пацаны, вы что тут делаете? Уже начинается. Пошли, займем нормальные места. Стоп. Не помню, чтобы такое было. Что-то изменилось. Секундочку. Это не изменение. Это... Послушайте меня, пожалуйста. Как вы знаете, я являюсь официальным представителем нашего славного НАСА. И я здесь, чтобы рассказать вам о нем. Давай, Тимми. Вау, это было ужасно. Вау, это было ужасно. Но я отвлекся. В общем, я знаю, что многие из вас задаются вопросом. Какие у меня шансы совершить что-то настолько же крутое, как путешествие к другим мирам? Вдохнуть в сладкий воздух Венера, переплыть через кольца Сатурна? Или, быть может, прогуляться по обратной стороне Луны? Здесь в НАСА мы верим, что имея желание, появится и возможность. Может быть, ты? Или ты? Или, быть может, ты? Ну, я не хочу на Луну. Ну, тебе повез... Стоп. Почему? Почему не хочешь? А должен? Мне и на Земле хорошо. Ну, что, совсем не хочешь? Нет, а что? Совсем-совсем? Хм, нет. Что ж, как официальный представитель НАСА я расскажу вам некоторые факты о Луне. Начнем с того, что Луне уже четыре с половиной миллиарда лет. А знаете ли вы, что по площади поверхности она превосходит Африку? И это правда, на самом деле, если попытаться объехать Луну на велосипеде. Кстати, лучу света требуется 1,5247 десятитысячных секунды, чтобы добраться отсюда до Луны. 52,470 тысячных. Если ехать туда на машине, дорога займется 30 дней. Я знал это. Ну и наконец, люди, слетавшие до Луну, становятся богатыми и знаменитыми. Ой. А у богатых и знаменитых всегда толпа фанатов. Вот, все, что я хотел вам рассказать. Помните, двери НАСА открыты для всех, особенно для брюнетов. Хе-хе-хе-хе-хе. Рука-лицо. Ну, как тебе? В НАСА тебя бы не взяли. Думаю, это было слишком вульгарно. А я так старался. Хочешь посмотреть, сработало или нет? Конечно, сейчас вернусь. Вернулся. Докладывай. Полный швах. Один-один. Эй, не унывай. Уверен еще, боже, что такое, блядь. Например. Ну. Надо пробиться в детство. Мы не в состоянии построить дом, Изабель. Мы едва можем оплатить счета. Но вы можете принять участие в розыгрыше путешествия на Луну. Если продадите дом, у вас получится. Идиот. Диагноз точный? Да, вообще-то редко кто-то. А вы знали, что у нас отдают отличную медицинскую страховку? Это правда, для вас и для вашей супруги. А в космосе бесплатно катают на пони. О, смотрите-ка, свадьба, рада за вас. А вот вам загадка. Угадайте, куда вам стоит отправиться на медовый месяц? Хорошие руколицы. Руколицы, ученые. Ривер. Ах ты, ёпт, стекло, падаю. Джонни, Джо, Джон. Какого огурца? Фух. Знаешь, это бесполезно. Не просто бесполезно, это абсурдно. Мы же грёбаные профи, я не подписывался на то, чтобы бегать за ним и орать как полоумные. Точно. Слушай, может это всё от недосыпа? Если бы я знал, что у нас тут будет всенощное бдение, то взял бы кофе. Согласна, видел бы ты фильм, который я тут створил. Фильм? Именно. В общем, времени у нас мало, а такие методы мы ничего не добьёмся. Давай отдохнём до утра, к счастью, Джонни пока держится. Мне нужно сделать пару звонков. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ничего не понимаю, почему машина не дала никакого эффекта. Запрошенное желание Джонни отправиться на Луну было успешно передано и все равно не возникало следа того, что он захотел полететь на Луну, если только в процессе не было изменено вторичное условие для возникновения такого желания. Только в этом случае одно и то же желание в разные моменты времени привело бы к разным результатам. Без сомнений Ривер играла большую роль во всей его жизни. Если что и могло изменить основное желание Джонни, то она первый подозреваемый. Но среди тысячи возможностей, что именно было причиной? Ривер. 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 Что же ты сделала? Ох. Солнце встает. У нас мало времени. Может быть Нил что-то придумал? Этот Нил наверно спит нам вовсю. Немножко доливает зевоты. Биозапах от раздавленной Нилом белки добрался уже сюда. Пойдем наверх. Как дела у Джона? Борется из последних сил у вас как успехи? У нас? У нас пока ничего не выходит. Вам лучше поторопиться, у нас мало времени. Если вы ищете вашего коллегу, полагаю, он на кухне. Пойдем на кухню. Нет, я это все понимаю, но хорошо, у вас есть документальное подтверждение. А почему опять так получилось, что у нас не было этой информации? Или у лечащего врача, раз уж на то пошло? Ты где кофе достал? Тсс. Разговариваешь с офисом? Да, потом все расскажу. А теперь тсс. Я думал, что забыл о его кровати. А, да, где ты нашла его? Ты же меня затаскал. Временно расц... Временно расц... 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 Ого, мне везет. В общем, я нашла кролика на маяке прошлой ночи. Там их еще много, а еще в подвале. Аааа... Хм... Ладно, ты опять затаскала. Не уверен, что мы проверим. Ещё раз к нему. А где дети? Или может в подвал сходить? Ну, маа, я не хочу в школу. Сегодня воскресенье, дорогой. Тсс, дайте им поспать. Тсс, дайте им поспать. А мы сделаем так. Выключаем. Билда неуклюжая. Ладно. Дети не должны были ложиться так поздно. Но это всё что? Но это всё я не доглядела. Что ж, обстоятельства не из ряда повседневных. Я знаю, но... Я так измотан. Уверена, и вы устали не меньше. Мне действительно нужно присесть. Если у вас есть вопросы, позвольте мне сперва дойти до стула. О, хотите спросить о чём-то? О лиле. Знаете, довольно необычно, что человек вроде вас работает здесь. С двумя детьми и всё такое, я имею ввиду. Тут не так плохо, правда. Здесь даже ходит школьный автобус. Но как вы вообще тут оказались? Но... Несколько лет назад моего мужа не стало. Что произошло? Он был военным. Он был в последнем отряде, который отправили на ту войну. Печально это слышать. Я запаниковал. У нас было много сбережений найти, найти работу было очень... У нас было мало сбережений, найти работу было очень трудно. Джонни заметил моё объявление и предложил мне эту работу. Я приняла её с благодарностью. Ещё это место такое умиротворяющее, оно помогло мне вылечить боль от отраты. Разве власти не помогают в доме, чьи мужья погибли на войне? Помогают, и в конечном счёте я получила пособие. Но затем у Джонни начались проблемы, и ему нужна была моя помощь. Томми и Сарри здесь тоже понравились, с тех пор мы живём тут. Но о Джоне он был только рад. Мы будем скучать по нему. Думаю, в глубине души он очень хотел завести семью. А что вы собираетесь сказать о Джоне? Я, я не знаю, попробую что-нибудь придумать, но вряд ли они поверят. Наши дети довольно умные, они всё быстро поймут. Могучие и неумолимые, это природа жизни. Тут нечего скрывать. Это ваше единственное работание, так ли? Что вы будете делать, когда всё закончится? А что мне остаётся делать? Найду работу в городе и буду жить дальше. Как-то так. Жаль, конечно. Я буду скучать по Джонни и по этому месту. Думаю, что буду заезжать сюда время от времени. Вопросов больше нет. Ах, да. Перед тем, как впасть в кому, Джонни сказал мне, что вы, вероятно, скоро приедете. Сказал, что, скорее всего, у него не будет возможности сделать это лично, но... Он хотел, чтобы я поблагодарил вас от его имени. Так что, спасибо вам. Открыть кран и набрать воды. Да. Что ещё? Я думал, хотя мыться можно будет. Ну ладно. Подвал. Кролики-кролики. Так. Что же ещё здесь можно сделать? Здесь закрыт. Выйти на улицу. И может попробовать найти мячик, который дети спрятали. Нужно пойти узнать, не придумали чего не его. Отлично. Хорошо, что игра меня немножко ограничивает. Хм. Что? Похоже, у малыша Джонни есть кое-какие старые секретные записи. Секретные записи. Секретные медицинские записи, если быть точным. По-видимому, в детстве им была введена большая доза сильнодействующих бета-блокаторов. И какая удача! Они, как правило, дают маленький побочный эффект на интересную штуку. Память. Бета-блокаторы. У Джонни не было проблем с сердцем, так? Видимо, нет. И это приводит к интересному выводу, что побочный эффект просто должен был стать основным. А в таком количестве, влияние на память в период приёма должно было быть значительным. Думаешь, это и не даёт нам пробиться к его ранним воспоминаниям? Но это не аппаратный глюк, однозначно. Техотдел меня обматерил за то, что я всё свалил на них. И что теперь? Мне передали частоты реконфигурации. Это должно помочь нам обойти блокаторы. А когда доберёмся до его детства, может наконец-то окажемся достаточно глубоко, чтобы заставить его желание сработать. Так чего же мы ждём? Есть ещё кое-что. Конечно, всегда есть ещё кое-что. Чтобы активировать новые частоты, нам нужен триггер. Триггер? Что-то, что точно присутствует в недоступной области памяти. И нужно дать его Джону, чтобы стимулировать память изнутри. Но что мы о нём знаем? Мы лишь мельком заклинули в детские воспоминания. Даже если найдём детскую фотографию или ещё что, Джон без сознания. Да уж. Шаг вперёд, два шага назад. Знаешь, у меня не было такого геморроя на работе со случаем с Норой в прошлом году. Та же ерунда. Прямо бесит меня. Пойду выйду воздухом подышу. Хм, кофе забыл. Заметка бета-блокатора. Лекарственное средство, публичный эффект, под влиянием стресса, возможное нарушение памяти. Ну и вонь. Прекрати бегать, как сумасшедший. Та белка, Ева, она воняет. Ну да, напомните, кто беднягу переехал. Что происходит? Вы разбудите детей. Минуточку. То последнее воспоминание, на котором мы застряли. Там был тот же запах. О чем это вы? Обонятельные рецепторы, непосредственно связанные с олимпической системой мозга, Лили. Понимаешь, что это значит? Но я... что? Он хочет сказать, что обоняние, вероятно, самое эффективное чувство для возбуждения памяти. Мы можем использовать запах в качестве стимулятора, чтобы получить доступ к его детским воспоминаниям. И самое главное, несмотря на то, что Джонни без сознания, он еще может чувствовать запахи. Я... Мне кажется, я упустила какой-то важный момент во всей этой истории. Короче, это здорово. Это просто замечательно. Теперь нужно, чтобы ты принесла кусочек той белки. Точно, я просто... Подожди, почему это я должна за ней идти? Это же ты безжалостно расплющил бедное создание. Именно, я свою задачу уже выполнил. Какой же ты всё-таки засранец. Эм, если это чем-то поможет, у меня... У меня есть пара перчаток. Не одноразовые, к сожалению, но я думаю, что найду им замену потом. давай давай бегом за белкой такие вот повороты дежавю дежавю может быть и они в чьих-то воспоминаниях своих же кто знает кто знает с чем тут не столкнешься на этой работе небезопасно вот так проносить дом кусочек зараженной микробами дохлой белки в машине есть герметичный контейнер по крайней мере можно будет запах контролировать куда вы собрались я мне нужно пойти отлить грубый что за бардак из-за аварии все вверх дном посмотрим ага нашла получен герметичный контейнер так теперь добудем немного дохлой бельчатины получен контейнер с ароматом дохлой белки возвращаемся обратно интересно сейчас белки проскочат здесь или нет о привет принесла нашу белочку да готова отлично давай подготовь ее сейчас вернусь ты куда мне мне надо надо тамагочи покормить чего да чувиха я угорел по ретро короче настрой там пока все по-быстрому я сейчас подойду у нас там человек умирает если что какого гурца он сейчас нет времени смотреть за ним в общем как доберемся до пункта назначения я пошлю сигнал когда я это сделаю нужно чтобы вы открыли крышку на несколько секунд хорошо ты как раз вовремя герметичности контейнер убедилась запечатан дезинфицирован не то чтобы мне было дело до трупа вы должны знать что состояние Джонни ухудшается возможно это ваш последний шанс чтобы вы там не задумали удачи удача последняя что нам понадобится третий акт светит другим маякам и мне пошли пошли подумать только из-за такой мелочи столько геморроя прям хочется все тяпнуть посильнее полагаю теперь мы можем только послать сигнал и надеется так готово что-то происходит быстро шли еще раз что происходит доктор что-то не так что подми меня лили его состояние не стабильно показатели средств биения дыхания изменились что тут творится дестабилизация уходим что уходим из памяти тяжело если система не стабилизируется шок может навсегда повредить мозг всех кто здесь находится наверное почему же тогда ты не выходишь я не могу Нил если мы оба выйдем отсюда вся наша работа пойдет на смарку у нас не будет времени все переделать пока Джонни ах ты ж не надо мне вот этого говна это не кино и ты не супергероиня ты просто дура так чего же ты еще здесь вали нахрен отсюда хер тебе если ты умрешь мне дадут в напарники Элистера знаешь какая от него запашина хуже чем от дохлые белки твою мать Нил вот что я получил за то что помогла тебе на вступительных экзамен Доктор я думаю все в порядке пока что не знаю что твой морковный пирог говно погоди-ка да и на прошлое Рождество ты ой давай уходим пока опять не началось эм знаешь вообще то я не хотел ну типа называть тебя дурой ага а я хотел ага прыжок никуда интересно почему так запах повлиял вау поверить не могу что сработало так у нас получилось однако теперь я не уверена что мне понравится это место в смысле кажется тут довольно приятно Нил ты ничего странного в помните Джонни не заметил эм например кое-что там было странно не заметил я видимо нет ладно не бери в голову надеюсь я ошибаюсь в комнате Джонни странное что там может быть странно вау звучит великолепно я знаю тебе надо как-нибудь сводить их туда вот блин временное наложение выходит из под контроля ха кажется что меч катается сам по себе он просто бегает за ним посмотри сколько его здесь как в зоопарке все благодаря жертве этого малыша надеюсь так куда идти ой мамочки время то уже лучше поспешить сегодня магазин рано закрывается ну ладно марта береги себя передай мальчиком привет от меня передам увидимся да вот и конец дороги а ты говорила забудь может я ошибалась то есть то есть здесь все так спокойно единственная вещь в ее памяти которая могла бы привести к такому это бле все ясно надо вернуться сейчас же стой что случилось заткнись и пошли похоже кто-то умрет похоже кто-то умрет и летом и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понимаю. Если он был в бессознании, как мы видим то, чего он не мог видеть? Да и вообще, я удивлен, что он выжил. Вообще-то, он не выжил. Эээ, что? У меня, кстати, такой же вопрос. Ты что, не видел его комнату, Нил? Джонни спал на двухъярусной кровати. Джоуи! Джоуи, ты меня слышишь? Джоуи! Мам, зачем ты сбила Джоуи? Офига себе, брат-близнец. Зачем ты его сбила? Джоуи, очнись, Джоуи! Очнись! Джоуи! Хоть они и были маленькими, но потерять брата-близнеца, не говоря уже о том, каково их матери. По крайней мере, Джоуи стерли память бета-блокаторами. Не похоже, что она этого помнит. Затуманили, но не стерли. Где-то глубоко отголоски этих воспоминаний, возможно, сохранились. А их мать? Не думаю, что она принимала бета-блокаторы. Похоже, она немного свихнулась. По крайней мере, я не думаю, что для нее Джоуи было просто прозвище. Но если она принимала Джоуи за Джоуи, что же думал сам Джоуи? Мне это все не нравится. Уходим. Так. Интересный поворот. Я думаю, на этом интересном месте стоит остановиться на сегодня. Просто так немножко поразмышлять, скажем так, на тему интересных поворотов. Вот тебе и луна. Ладненько, всем до свидули. Субтитры создавал DimaTorzok